Могот или магрибский макак. Примат средних размеров. Самцы в два раза крупнее самок. Живут в северо-западной Африке и в Европе. Могот единственный вид безхвостых обезьян из рода макак. Это очень общительные коллективные животные. Живут эти обезьяны большими группами до 30-50 особей. Так же как и у многих стадных обезьян у моготов четко выраженная иерархия. Самка, занимающая низкий ранг, никогда не позволит себе ни с какими намерениями, даже самыми благостными подойти к самцу. Она будет подчеркнуто держаться в стороне. Так же могот это единственный вид европейских обезьян. И хотя в природе они встречаются значительно южнее, на Пиренейском полуострове наша теплая осень им тоже пришлась по душе. Даже поздней осенью, когда многочисленные племя приматов уже отправилась на зимние квартиры, макак и моготы продолжают развлекать гостей в Вельман Экопарка своим забавным поведением. Они то устраивают стремительные гонки друг за другом, то тщательно вычесывают шерстку сородичей, то деловито обследуют теплую подстилку вольера в поисках зернышек, которые специально разбрасываются для того, чтобы приматы не скучали и разнообразили свой досуг поиском вкусного угощения. Эти бесхвостые макаки уже довольно долгое время являются живым символом Гибралтара. Согласно поверью, Гибралтар будет оставаться британской территорией, пока там будет жить хотя бы один могот. Могот один из самых редких макак мировой фауны. Тем более приятно, что Фельдман Экопарк уже удалось получить потомство от этих приматов. И молодые моготы составляют дружную компанию бородатой мартышки и этому малышу медвежьего макака. И хотя моготы, как и полагается хранителям британских территорий, держатся несколько обособленно, а медвежий макак, как и положено представителю медвежьего племени, все время сосет лапу, он находится под надежной защитой своего более крупного собрата – бородатой мартышки.